Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Олега Ионова. Расскажите, пожалуйста, про зенцов в калибре, в каких гнездах они вылупляются и как родители заботятся о них? Ну что ж, давайте сегодня посвятим это видео калибре, потому что действительно объект совершенно удивительный и наверняка про калибре слышали все, да, все знают, что это птица совершенно уникальная, что это самые маленькие птицы на Земле, что это птицы, обладающие совершенно фантастическим полетом, это единственные, например, птицы, которые могут летать задом наперед, очень маневренным полетом, очень быстрым. Что-то птицы с фантастическим обменом веществ самым быстрым, потому что основная пища — это все-таки нектар, который очень быстро переваривается. Но у них очень много, огромное количество самых разнообразных интересных качеств, но сегодня мы поговорим об их заботе о потомстве. Во-первых, надо сказать, что заботятся не родители, а заботится только самка. Самец калибри не принимает участие в заботе о потомстве, и, как правило, у большинства видов самец калибри не принимает участие в строительстве гнезда. Строят в гнездо самка. Есть некоторые виды калибри, у которых самец охраняет участок гнездовой, где самка строит гнездо. И есть виды калибри, у которых самец иногда участвует в строительстве гнезда, но делает это, он сказать, не совсем из альтруистских побуждений. Он гнездо может использовать иногда в качестве укрытия в случае непогоды. Но все-таки у большинства видов калибри строят гнездо самка. Гнездо довольно маленькое, чаще всего у большинства видов калибри гнездо не превышает размером одной скорлупки от грецкого ореха. Но, правда, калибри не все такие микроскопические. Мы сразу себе представляем совсем прям маленькую птичку. Ну, например, калибри пчелку, которая размером где-то около пяти сантиметров. На самом деле есть и так называемые исполинские калибри, длина которого достигает 20 сантиметров. И, конечно, в общем-то, гнездо, наверное, у него тоже покрупнее размера. Из чего самка строит гнездо? Строит она его из различных материалов растительного и животного происхождения. Она использует мох, она использует пришайники, различные растительные волокна, шерсть животных. И что очень важно, часто самки калибри используют паутину в строительстве гнезда. Поскольку паутина, она такая эластичная, она позволяет гнезду немножечко растягиваться, когда птенцы калибри начинают подрастать. Итак, самка строит гнездо, затем она отправляется на поиски самца, когда гнездо уже готово. На строительство гнезда у разных видов уходит порядка пяти-десяти дней. Она находит самца, они спариваются. После этого самка отправляется в гнезду и откладывает яйца. Откладывает она, как правило, два яйца, ну, где-то с промежутком в два дня. Затем они начинают насиживать эти яйца. Происходит инкубация, ну, где-то порядка 16-19 дней. И после этого из яиц вылупляются птенцы. Яйца сами микроскопические, конечно, они очень маленькие, они размером примерно с кофейное зерно. Птенцы тоже, соответственно, появляются на след маленькие, абсолютно беспомощные. Они слепые, они почти голые, немножко пухом покрыта спина. Вот. И, конечно, самке требуется усердно заботиться о своих птенцах, обогревать их, кормить их регулярно для того, чтобы птенцы нормально росли и стали взрослыми. Поэтому самка, во-первых, их регулярно греет, во-вторых, кормит их нектаром и различными насекомыми, а также пауками. Вот такая вот белковая пища им абсолютно необходима для того, чтобы строился и развивался организм. И где-то через 9 дней уже глаза у птенцов открываются. Вот. Они постепенно начинают обрастать крупными перьями. Уже могут забираться на стенку гнезда и размахивать крыльями, как бы тренируясь к будущим полетам. И через 15-18 дней птенцы калибрию готовы уже покинуть гнездо. Они покидают гнездо, начинают самостоятельно добывать пищу, но все-таки периодически самка еще подкармливает своих птенцов, чаще всего еще в течение примерно трех недель, а в некоторых случаях даже до месяца. То есть, как видите, в общем, забота о потомстве, о калибре достаточно такая длительная. Друзья, у нас хранится великолепная коллекция калибри. Мы с вами говорили, что калибри – это самые маленькие птички. Посмотрите, действительно, какая малюсенькая птичка размером с крупное насекомое. Ну и даже такое не самое крупное. Вот. Посмотрите, как красиво переливаются перья на горле этой птицы, и под разными углами можно увидеть разный цвет, да, потому что эта окраска зависит не от пигментов, а зависит она от структуры пера. Поэтому вот, отражая свет под разными углами, она переливается, можно сказать, всеми цветами радуги. В нашей экспозиции также есть чучело калибри, так что приходите, приходите к нам в музей. У нас много всего интересного, и я думаю, что ваш визит будет очень приятным провождением времени, приятным и полезным. Ну что ж, друзья, я надеюсь, ответила на ваш вопрос. Присылайте нам свои новые вопросы, пишите в комментариях. Кстати, у нас в музее хранится фантастическая коллекция калибри, очень интересная, и об этих птицах можно много всего любопытного рассказать. Если вам это интересно узнать, пожалуйста, пишите в комментариях, и мы снимем видео на эту тему. Ну а теперь всем хорошего дня, до свидания!